Всем привет, друзья! Вы на канале WebDeveloperBlog. Не забывайте подписаться на канал. Сегодня мы поговорим про игры. Поставьте лайк те, кто хоть раз в своей жизни играл в компьютерные игры. Я думаю, что все играли. Но игра как раз не простая, а специально очень интересная для программистов. WebTaycoon — это бесплатная экономическая стратегия, в которой вам предстоит взять на себя роль вебмастера, окнуться в мир веб-технологий и покорить вершины мировой сети. Вы начнете свой путь в те времена, когда веб-индустрия только начинала свое развитие и сможете пройти увлекательный путь от начинающего вебмастера до настоящего профессионала своего дела. Вам предстоит создать собственный сайт и развивать его, используя новые современные технологии. Вы будете создавать всевозможные сайты, завоевывать сегменты рынка, нанимать сотрудников в свою организацию и зарабатывать деньги. У вас также получится сразиться с другими людьми. Например, можно совершить DDoS-атаки на сайты оппонентов и пробиться на верхней позиции таблицы успешных бизнесменов. Игра кроссплатформенная, она есть как для браузера, так и для iOS и Android. Причем игроки на разных платформах все будут находиться внутри одной игры и смогут взаимодействовать друг с другом. Как пишут сами разработчики, вам предлагается стать участником истории развития интернета от ламповых 90-х до ультра-современности. Начинаем фрилансером, затем постепенно нанимаем себе команду, создаем и развиваем и монетизируем сайты. Можно даже будет объединяться с другими игроками в холдинге, инициировать или отражать хакерские атаки. В целом, весь спектр развлечений веб-разработчика любого уровня предоставлен в данной игре WebTycoon. А игру создали ребята из Ucos, сервиса по предоставлению интернет-площадок, хостинга и систем управления сайтами. Так что можете не сомневаться, реализм у WebTycoon запредельный, поскольку делали все сами веб-разработчики и люди, участвующие в данной сфере бизнеса. Также нужно отметить, что вся игра имеет мало выдуманного контента. Здесь фигурируют реальные ресурсы, реальные компании, реальные блогеры и действуют реальные законы. Цены и различные теневые нюансы веб-бизнеса тут также предоставлены в полной мере. Так что WebTycoon это не просто развлечение для тех, кому скучно в офисе и кому хотелось бы поиграть во что-то, дабы убить время. Это самый настоящий симулятор. Можно даже сказать обучающий симулятор, поиграв в который человек, слабо понимающий в веб-бизнесе, многое почерпнет. Естественно, тут вы не изучите настоящие языки программирования, но, например, основные нюансы создания и дизайна сайта вполне освоите. Начало очень простое. Регистрируйтесь и выбирайте тип и тематику, которой будете заниматься. Главная идея этого проекта это сделать игру, которая расскажет об этой профессии и этом бизнесе очень простым языком. Кстати, разработчики запустили конкурс, который посвящен выходу игры в полноценный релиз. В конкурсе есть три направления. Это видеоконтент, текстовый обзор и привлечение игроков. Конкурс однозначно будет интересен всем, кто любит онлайн-стратегии и снимает обзоры или пишет рецензии на различные игры. Сняв видеообзор, вы можете получить 300 долларов и часы Apple Watch. А написав лучший текстовый обзор, вы можете выиграть 150 долларов и электронную книгу. Более подробно про конкурс по ссылке в описании под этим видео. Что ж, давайте вместе создадим проект. Введем здесь имя. Я, конечно же, введу веб-девелопер-блог. Давайте вместе создадим проект. Мы должны придумать доменное имя. Давайте поставим в моем случае веб-дев-блог. И здесь у нас будет домен в зоне free, потому что он бесплатен, а на остальные у нас пока что недостаточно денег. Но можем поставить, в принципе, и gov, и edu, и com. Давайте сделаем com за 200 долларов в день. Далее мы можем подобрать тип нашего сайта. От выбранного типа зависит распределение задач по дизайну, верстке и программированию. В данном случае я выберу контентный сайт. Ну и тему можем выбрать. Каждая тема имеет свои особенности, конкуренцию с другими сайтами такой же тематики, а также влияет на эффективность и подбор лучших объявлений. Давайте... Тема у нас будет IT. И создадим наш сайт. Ну, во-первых, давайте сразу поставим задачу нашему персонажу. Изначально нам нужно оплатить наш домен. Это у нас забрало довольно-таки существенную сумму наших денег. И после этого поставить задачу нашему работнику. Каждая задача занимает определенное количество времени. После ее завершения мы снимаем задачи. Переходим к следующей. Сейчас мы делаем первую версию нашего сайта. Программирование займет довольно-таки много времени. Как это, в принципе, обычно и бывает. Пока у нас выполняется сдача, мы можем посмотреть на статистику, которая пока что у нас полностью нулевая. В данный момент у нас лимит на 1000 посещений в час. И можем следить за источниками трафика. После того, как у нас выполнено программирование, можем опубликовать первую версию нашего сайта. Мы это сделали и получили второй уровень. Здесь у нас технические параметры нашего сайта. Далее нам нужно начать работать над контентом нашего сайта. После публикации, конечно, к нам уже начали приходить наши первые посетители. В среднем это 160-170. Далее нам нужно опубликовать контент, дабы нашим посетителям становилось с каждым разом все интереснее и интереснее. Нажимаем «Опубликовать наш контент». И здесь теперь можем даже посмотреть комментарии. Посетители просят нас снимать видео, поэтому в следующем перейдем и к видео. После того, как мы опубликовали первый контент, у нас выросли посещения сразу. В данном случае у нас уже доходит до 1130 человек. В дальнейшем мы уже можем пробовать начинать зарабатывать первые деньги с нашего сайта. Я думаю, рекламодателям будет интересно разместить у нас рекламу, поэтому мы можем проверить почту. Это займет одну минуту, но мы можем завершить поиск рекламы за один вебкоин прямо сейчас. И вот у нас уже первая реклама, и мы можем ее включить. Также можем открыть слот за 64 вебкоина. В данном случае у нас уже появился наш первый доход, это 4 доллара. Примерно в таком ключе это все работает. Далее мы можем публиковать еще контент в дальнейшем и следить за комментариями. В панели управления мы можем следить за всей статистикой нашего сайта, а также снять задачи и работать над программированием. Таким образом это работает, и в дальнейшем публиковать контент и смотреть за статистикой посещения и дохода нашего сайта. После этого мы активировали нашу рекламу, то есть у нас вырос наш доход, и далее можем все отслеживать. В дальнейшем у вас начнутся цифры, вам придется высчитывать доход, планировать прибыль, следить за посещаемостью всех ваших ресурсов, потому что у вас будет не только один сайт, с набором вашего уровня сможете открывать еще сайты, и вам придется принимать меры в том случае, если какой-то ресурс будет работать плохо. А вот так в целом мы создали первый сайт и начали получать с него доход. Это очень прикольная игра, теперь я буду играть в нее, буду развивать данный сайт webdevblog.com, так что переходите по ссылке в описании, тоже регистрируйтесь в данной игре. Игра очень простая, ненавязчивая и интересная. А на этом у меня все, всем огромное спасибо за ваш просмотр, ставьте лайк этому видео, до новых встреч, всем огромной-огромной удачи и пока!